Нелёгкий труд дорожных строителей во все времена был почётным и высоко ценился общество. От качества их работы зависит оперативность грузовых и пассажирских перевозок, развитие всех отраслей производства и общественной инфраструктуры. В честь этого дня в Кызылском транспортном техникуме поздравили виновников торжества. В этот день, день нашего профессионального праздника, от всей души позвольте вам пожелать крепкого здоровья, успехов и семейного благополучия. Дорожный работник – это специалист по строительству, ремонту и эксплуатации дорог. В круг его обязанностей входит укладка щебня, асфальта, погрузки и многое другое. На дорожном рабочем лежит вся тяжесть строительства и ремонта дорог, тротуаров, путепроводов. Один из награжденных – Валерий Волосатов. Работает начальником участка. Общий стаж работы – 27 лет, 20 из которых он проработал в организации ООО «Восток». Награду получил от министра транспорта России. Работу я очень свою люблю. Я в нее влюбился еще тогда, когда начал ездить на автомобиле по дорогам. Мне всегда нравились дороги, как делают виражи, как делают ограждения. Поэтому весь этот процесс мне нравился. Поэтому я после института, хотя у меня ПГС образование, был строителем, но я в настоящее время работаю дорожником. И думаю, еще буду работать, хотя мне сейчас уже 70 лет. Боян Мачадамба работает ведущим инженером на протяжении 12 лет. Благодарность получила от имени главы ТУВИ Владислава Хавалыга. В нашем учреждении работает менее ста человек. И вся работа заключается в строительстве автомобильных дорог, мостов, содержание автомобильных дорог и всю кадровую работу всего учреждения веду я. Дорожные работы в ТУВИ соответствуют всем нормативным требованиям и выполняются согласно плану в срок. Только в этом году дорожники отремонтировали более 180 километров дорог на 61 объекте республики. У нас на данный момент 17 строительных организаций. Четыре крупные из них, которые имеют асфальтобетонные заводы, асфальтоукладчики. А остальные организации более мелкие, у которых имеется техника по содержанию, строительству дорог, тоже землеройная техника имеется, но не имеется в асфальтобетонных заводах. В связи с этим хочется пожелать всем успешного и скорейшего выполнения завершения этого года и подготовиться уже к зимнему периоду. Кроме того, Министерство дорожно-транспортного комплекса республики принимает все меры, чтобы оснастить дорожные организации новой современной техникой. А всего наградили порядка 60 человек, в том числе и ветеранов, внесших неоценимый вклад в развитие дорожной отрасли республики. Инна Клоян, Владимир Свертуг, Азамат Ачур, Телеканал Тува-24.